Знаете, что хранят эти наклейки? В памяти сразу начинает проявляться вкус, место, образы. Эти наклейки хранят историю о времени. Напомню, что независимость Белоруссии провозглашена летом 90-го года, а в конце августа 91-го декларации придан конституционный статус. Кругом неразбериха. Граждане получают зарплату товаром и несут продавать его на рынок, либо оставляют детям. Брестский завод Цветотрон начинает выпуск домашней телеигры Эльф. С вами Павел Чар. Боль от того бреда, что сейчас снимают для ютуба, немного задетое самолюбие и частично зависть запинали на время мою лень и апатию в дальний угол, и я родил этот ролик. Хотел показать, что приставка работает, но, увы, внутренний стабилизатор напряжения не справился со своей задачей. Приставок было выпущено всего-то несколько тысяч, да и те почти все утрачены. Рабочий экземпляр сейчас найти можно разве что в Бресте и окрестностях, хотя с каждым днем это становится все сложнее. Я долго упрашивал друга Александра выслать мне этот святой Грааль, хотя бы сломанный. Я решил выбраться на природу, захватив последние теплые дни августа. Во-первых, создание спеки на картриджах кажется интересным решением. Да, ребятишки не могли заниматься программированием на этом спектре, да, картриджи были дорогими. Зато включить приставку было просто, игры запускались мгновенно, описания были на русском языке. Иногда игры были уже записаны в приставку. Во-вторых, отображалось цветное изображение даже на имеющихся тогда старых телевизорах. Немного о картриджах. Мне попался такой вот загадочный и под пленкой была синяя наклейка с нечитаемой цифрой. Впервые я заглянул внутрь именно на съемках, размотав изоленту. Непонятно, зачем она была нужна. Крепления на пластике были целые. Позже я нашел информацию, что скорее всего картридж имел второй номер. Необычно выглядит джойстик или манипулятор игровой. Накладка на лицевой стороне стальная. Загадкой остается лишь, почему кнопки отзеркалены. Ровно как и то, зачем убрали две средние, под которые в форме есть место. Кстати, похоже еще хотели сделать шторку в слоте для картриджей. Но как сообщают очевидцы, приставка всегда была без нее. Я проверял, крепление с внутренней стороны корпуса точно есть. За лето у меня накопилось много интересных вещей, про которые я хочу рассказать. Если выпуск не оставит вас равнодушными, я продолжу передачу в этом ключе. Забавно, что внутри все проще паренной реплы. Плата с контактами, никаких тебе микросхем. На резинку наклеены металлические пятачки. Это лучше, чем в Дензи. Вот такая интересная приставка. Короткий выпуск пересказа подходит к концу. Очень надеюсь, что он понравится вам больше, чем предыдущий. Думаю, на этом стоит заканчивать. За кадром оставим лишь блок питания, который оказался рабочим, и то, как я поливал маслом шурупы с сорванной резьбой. Я стараюсь сейчас найти мастера, понимающего ценность и редкость этой приставки. Ведь эльфы бессмертны.